Здравствуйте, сегодня я хотел поговорить о еще одном способе, как смочь эффективно не осуждать других людей без больших затрат усилий и воли на это. Какие бы ужасные вещи они не творили. Дело в том, что все люди, даже ущербные, уродливые и злобные, они хотят одного, быть счастливыми. Вот, и можно разобрать это на конкретном примере, выявить это и осознать. Например, какая-нибудь женщина, которая хочет сжить в свою соседку с этого света за то, что, например, у нее очень хороший муж во всех отношениях, высокоразвитый. Вот, а у нее нет мужа, и она уже в таком возрасте, что, наверное, и не будет мужа. Она так думает во всяком случае. Вот, из-за этого она видит то, что у нее не будет счастья, потому что ей нужен муж для того, чтобы инициировать счастье, потому что это ключевой компонент с ее точки зрения. Вот, ну тогда, как на самом деле счастье находится внутри, а не снаружи, а снаружи то, которое счастье, оно зыбко и нестабильно. Но многие недостаточно высокодуховные люди это не понимают и не способны чувствовать это внутри. И поэтому охочется за внешним, за внешними компонентами счастья, которые могли бы инициировать им счастье. Вот, на самом деле, это более плохой подход. Вот, из-за того, что она видит свое счастье во внешних каких-то объектах, проявлениях, людях, в частности, вот если бы не было бы такой же высокоразвитый во всех отношениях муж, то тогда бы она была бы намного более счастливой и менее склочной, то есть более зависимой от внешних факторов. На примере этого мы видим, как ущербная, злобная сплетница, которая, может быть, даже и станет потенциальной убийцей в будущем, на самом деле просто стремится к счастью в ее понимании, к тому компоненту, который поможет ей сформировать счастье с ее точки зрения. Вот, и таким образом мы видим, что ущербные, злые люди, они тоже стремятся к счастью, как и не ущербные, не злые и высокодуховные. Вот, но они неправильно воспринимают понятие счастья и видят его во внешних каких-то вещах, и поэтому не всегда достигают тех внешних вещей, которые в их понятии и дали бы это счастье им. В следствии того, что они их не всегда достигают, в следствии этого они не достигают того, что, по их мнению, является ключевыми компонентами счастья. Таким образом, они чувствуют себя несчастливыми, потому что они не достигли ключевых компонентов счастья. Вот, из-за этого они начинают умстить, пытаться атаковать тех, которые достигли этих компонентов, потому что видят у кого-то другого наличия этих компонентов, а у себя не видят. Вот, пытаются отнять, если это возможно, эти компоненты. Например, увести этого успешного мужа в себе, если это чувствует, что может получиться. Она. Пытаются, например, разрушить жизнь того человека, у которого находится этот ключевой компонент части, даже вместе с этим ключевым компонентом. По принципу, мне не достанется, так и не достанется пусть никому. И творят прочие ужасные вещи. Но причина этого, то, что они пытаются найти свое счастье. Вот в чем причина. Так же, как и высокодуховные люди, которые тоже ищут счастье, и достаточно высокодуховное, то находят его внутри. И поэтому здесь мы видим не что иное, как ликвидации подобного мировоззренческого ущербного тренда, где поиск счастья располагается в поиске внешних компонентов, которые, по мнению ущербных людей, формируют счастье. И ликвидировать этот тренд можно просветлением, тем, что давать просветительскую информацию и просвещать людей, просветляя их таким образом и давая им соприкоснуться с истиной, давая им истину, для того, чтобы они могли с ней соприкоснуться. И когда человек просветляется, то тогда он начинает понимать, в чем же стоит реальное счастье, вне зависимости от того, есть ли у этой женщины успешный муж, или наоборот, у мужчины какого-то. Есть ли, с его точки зрения, достаточно успешные, развитые в тех или иных аспектах, которые ему нравятся, жена или еще кто-нибудь. Человек понимает, что это не самое ключевое, и это не является опорой для счастья, потому что опоры для счастья внутри, а не снаружи. И таким образом, если видеть ущербных и злых людей, сплетников, даже потенциальных убийц, или уже реальных убийц, а не потенциальных, и прочие различные страшные и некрасивые стереотипы людей в этом ракурсе, в ракурсе того, что они тоже стремятся к счастью, как и все остальные люди, просто они не нашли непорочных и праведных методов для того, чтобы достичь счастья. Вот если их видеть в этом ракурсе, что они не нашли непорочных методов прихода к счастью, и поэтому они идут порочными методами прихода к счастью, попытки прийти к счастью. Если их видеть в этом ракурсе, то их становится намного легче не осуждать, потому что их начинаешь, ну, начинаешь их понимать даже больше, чем они сами себя понимают. Потому что большинство ущербных и затемненных людей, которые творят разные беззакония, безумия, разводят сплетни, пытаются манипулировать другими людьми, не успешно или не очень, искажают даже слово Господа и творят всякие прочие безумные безобразия. Опосредованно, напрямую, или как минимум боковым движением им движет мотив найти счастье и прийти к счастью. Этот мотив генерирует во многом даже очень многие ужасающие действия из высшего описания. Вот, и поэтому воспринимая их таким образом, как людей, которые тоже хотят счастливо жить, как и все остальные люди, даже совершенно не ущербные, но не нашли просто способа того, как прийти к счастью правильными, допустимыми и непорочными способами. И пытаются прийти к счастью неправильными, недопустимыми способами. Воспринимая их таким образом, их становится легче не осуждать, потому что понимаешь, что в их восприятии заложена ошибка из-за того, что слишком слишком незначительно они познали истину или вообще не познали истину. И поэтому, не зная истины, они не могут обнаружить другие пути прихода к счастью, кроме ущербных и нездоровых. И к счастью, они в полноценном тоже, ну, если не изменятся и не просветлятся, то и не придут. Потому что от того, что, например, это как первый пример, что женщина, если это даже погубит или убьет, сживет со света ту семью, где успешный муж, например, собственно, чему она и завидует у своих соседей, то от этого она счастлива не будет от того, что она убивает их. Если даже удастся полицию обхитрить и с себя к концу его убрать, и следствие на нее не выйти. От этого не произойдет часть того, что погибнет эта семья. Или если она уведет каким-либо образом, приворотом или еще каким-либо образом этого, как ей кажется, весьма высокоразвитого во всяком отношении мужа у своей соседки, то от этого тоже она полноценному и к полноразмерному счастью не придет тоже. Лишь получит какой-то суррогат или суррогат, частично похожий на кусок счастья, так грубо говоря. Но к полноразмерному счастью она к этому тоже не придет. Поэтому воспринимая людей в подобном правильном контексте, потому что так они и выглядят на самом деле, их становится намного легче не осуждать, и в этом ключ к неосуждению людей с минимальными затратами воли на неосуждение людей. Или, может быть, если человек будет слишком пропитан этим, хорошим, в смысле слова, этим пониманием, то даже вообще не осуждение людей без затрат воли. Впрочем, это не означает, что в тех или иных ситуациях, если речь идет о каких-либо сплетниках, или убийцах, или манипуляторах, человек, который все это осознает, не будет пытаться от них защититься или защитить кого-то, на кого они нападают. Потому что понимание не отменяет самообороны. Просветляйтесь, и выйти осознать все новые и новые вещи, и не осуждать, как в данном случае, стать намного легче. Не мстить, потому что не чувствовать желания, побуждающие месть, как я в одном видео рассказал, тоже стать намного легче. И так далее. Постепенно человек может уйти от всех пороков до тех пор, пока не останется ни одного порока, с которыми он бы не смог бы легко справляться. И таким образом, постепенно человек, осознавая все больше и больше, может стать таким человеком, которому будет легко справляться с любым пороком. И обоснованно войти в Царствие Божие, потому что он будет слишком чисто, слишком хорошо очищен. Слишком во хорошем смысле слова. А как сказано Господом, Господь может принять в себя только души очищенные. Поэтому идите к чищению и идите к успеху.